Символ сотрудничества, когда войска США выгонят из Турции Источник изображения Пентагон ответил слова Эрдогана о закрытии военных баз США Американские военные находятся на военной базе в Турции с разрешением местных властей Причем для Вашингтона это демонстрация приверженности сотрудничеству со своим стратегическим партнером Так в Пентагоне ответили на сделанное накануне заявление турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана Что Анкара может закрыть для США военные базы Среди них авиабаза, где находится американское ядерное оружие США используют турецкие военные базы, в том числе и авиабазу Инджирлик Только с разрешения Анкары, заявили ТАСС в Пентагоне Там отметили, что Вашингтон рассматривает статус американских сил в Турции Как символ многолетней приверженности Соединенных Штатов в сотрудничеству с союзником по НАТО и его защите Так в военном ведомстве ответили на заявление президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана Что Анкара может закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик При этом последняя часть системы про НАТО в Европе По словам турецкого лидера, закрытие произойдет, если Вашингтон введет санкции против Анкары за приобретение российских зенитных ракетных систем ЗРС С-400 Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях, сказал он Американские военные подчеркнули, что Турция вносит свой вклад в миссии НАТО в Афганистане, Косово, Ираке К тому же, она важна для целей стратегии национальной обороны США Пентагон стремится сохранить эти отношения, призывая при этом Турцию проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий Отметили в американском военном ведомстве Накануне The New York Times Со ссылкой на источники среди чиновников сообщило, что правительство США изучает различные возможности вывоза с Инджирлика около 50 термоядерных бомб которые оказались в заложниках у президента Турции Один из собеседников издания обратил внимание, что эти бомбы размещены на базе, которая находится всего в 400 километрах от турецко-сирийской границы, где на в настоящее время ведутся военные действия Он констатировал, что это угрожает ядерной безопасности США В то же время собеседник издания признал, что попытку перевести боеприпасы в другое место могут воспринять как фактический разрыв союзнических отношений между Анкарой и Вашингтоном Как уточнила The Drive, вывоз бомб из Турции для США сопровождается определенными трудностями Речь идет об американских инструкциях, согласно которым ядерные боеприпасы можно транспортировать только в условиях усиленных мер безопасности В частности, военно-транспортные самолеты C-17 и специальные эскадрильи ВВС США, которые как раз предназначены для перевозки подобных бомб, не могут выполнять полеты над районами, где наблюдается нестабильная ситуация В издании указали, что теоретически бомбы можно вывести из Турции в специальных грузовиках или перенаправить их в порт, чтобы впоследствии перебросить по морю Впрочем, такие решения маловероятны, учитывая охлаждение в отношениях Вашингтона и Анкары, а также опасность со стороны действующих в регионе боевиков Пишет, это не первый раз, когда в Турции говорят о возможности закрытия авиабазы Инджирлик для американских военных Чаще всего подобная риторика возникает в Анкаре на фоне каких-либо угроз со стороны Вашингтона При этом до конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило Отношения Турции и США ухудшились из-за поставок Анкаре новейших российских систем ПВО С-400 Они начались в середине июля Эрдоган заявил, что эти комплексы будут полностью введены в действие в апреле 2020 года Вашингтон требовал от турецкой стороны отказаться от сделки и вместо этого приобрести американские комплексы В противном случае Соединенные Штаты грозили задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей пятого поколения Ф-35, а также ввести санкции в соответствие С-Катса Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций Но Анкара отказалась идти на уступки В итоге в американском конгрессе согласовали на 2020 финансовый год военный бюджет В котором и демократы, и республиканцы выразили мнение, что приобретение Анкара С-400 подпадает под положение закона о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии Что предусматривает введение президентам санкций Законодатели разрешили Пентагону потратить до 30 миллионов долларов на хранение шести турецких Ф-35 До того, как Анкара была исключена из этой программы из-за покупки С-400, они использовались для обучения пилотов Турции на американской авиабазе Лидия Миснек Право на данный материал принадлежат газетам Материал размещен правообладателям в открытом доступе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова